Я Плотников Евгений Витальевич, 08.11.1994 года рождения. Родился в городе Прокопьевск, Кемеровская область. Поступил на службу в Росгвардии ОМОН города Новокузнецка 12 января 2018 года. 3 февраля 2022 года нашли состав 80 человек отряда Новокузнецкого ОМОНа с командированием Коныгин Евгений Викторович и Беседин Алексей Александрович выдвинулись в город Кемерово, где к нам присоединился еще СОБР город Кемерово и ОМОН город Кемерово. Старший наш всех был Огий Константин Анатольевич, полковник Росгвардии, 72 года рождения. С ним мы выдвинулись уже в Софрино, в Смоленск. Со Смоленска зашли в республику Белоруссия, город Гомель, Новая Гребля, поселок-села. Все там расположили палатки. В течение 7-20 дней мы находились в палатках. С 23-го числа было построение, и нам довели, что будем захватывать Украину, прорываться через границу. После этого в ночь на 24-е услышали самолеты, стрельбу, взрывы в силы белорусских войск и наших РФ. Затем пошли войска Российской Федерации. На следующее утро пошли уже ОМОН и СОБР сотрудники. Уже в зачищенный сектор. На пути границы увидели уже белорусских солдат. И нас спокойно пропустили. Проехали дальше. Проезжая дальше, в колонии были военнослужащие своей техникой, танки и тому подобное. Также слышались вертолеты. Задача была захватить Киев, туда и захватить. Также нам сказали перед этим выдали георгические ленты, сказали нашить на шевроны. Все, после этого как там зачислили, заходили со стороны Чернобыля. Там уже было зачищено военными РФ. продвинулись дальше, ближе к Киеву. Отдалились от военных. и по нам были выстрелы с винометов, с гранатометов украинских войск. в этот момент, там, кто остался, там, кто ранен, спешились, начали открывать огонь в ответ. в ответ. Затем закончились боеприпасы, начали отступать. и так в дальнейшем я попал в плен. за сделанным раскаиваюсь, сожалею. Призываю не заделать этого российских военнослужащих, сотрудников, не нападать на братские народы и жить дружно, мирно.